О состоянии преступности за пять месяцев 2017 года, повторной преступности на территории округа, эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики правонарушений говорили сегодня на очередном заседании Межведомственной комиссии в Ненецком округе. Ее деятельность по итогам года признали эффективной, а целевую программу профилактики решено продлить до 2020 года. По итогам пяти месяцев в отчете начальника штаба полиции Грея Слук звучат приятные цифры и утешительные прогнозы по профилактике правонарушений. Стали лучше бороться с незаконным оборотом наркотиков, да и всего преступлений в округе стало меньше. На 4,5% сократилось количество тяжких, особо тяжких преступных деяний, на 16,7% снизилось число преступлений средней тяжести, а также на 34,3% небольшой тяжести. Если анализировать по составу, то у нас меньше зарегистрировано траж, мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровья, изнасилований, насильственных действий сексуального характера. 27 наркопреступлений, изъято 40 грамм наркотических средств, 355 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. За 5 месяцев для нашего маленького округа цифра немаленькая. Не радует и то, что люди, уже однажды оступившиеся, вновь наступают на одни и те же грабли – 229 человек за 2016 год. Цифра выросла на 14%. Всему виной говорят правозащитники трудовая и бытовая неустроенность бывших осужденных. Чтобы цифры становились меньше, они проводят огромное количество мероприятий под громким названием «Надзор». В данном направлении работы сотрудниками полиции, в частности участковыми полномочиями, ежепартально организованы и проводятся беседы об обязательном благоустройстве ранее судимых, постоянной регистрации по месту жительства при прибытии лица и вне совершения свободы для проведения соответствующих археологических мероприятий. Затронули на комиссии тему подростковой преступности, а также в состоянии алкогольного опьянения. Здесь тоже гордиться нечем. Самое, так сказать, популярное преступление – кража. Присвоили чужое за пять месяцев целых 23 раза. Но здесь, как говорится, жители сами виноваты. Оставляя, к примеру, велосипед в подъезде, они подталкивают к совершению преступления. Чтобы как-то вразумить халатных владельцев, сотрудники полиции в начале лета сделали специальные информационные брошюры и привлекли к работе СМИ. Пазут вверх и цифры по преступлениям, совершенным в алкогольном опьянении. В состоянии алкогольного опьянения совершена кража. 27 фактов умышленного причинения тяжкого еда здоровья. 16 преступлений в сфере безопасности дорожного движения. 9 угроз с убийством. 8 неполомерных завладений автомобилем. 3 факта умышленного причинения тяжкого еда здоровья. 3 убийства. Бороться с преступностью решили общими усилиями. До 2020 года разработана государственная программа по профилактике правонарушений на территории всего округа. Елена Семеновичева, Сергей Качегов, Телеканал «Север».